Здравствуйте, меня зовут Альфред, и я работаю над образовательными проектами Московского музея космонавтики. Прямо сейчас мы находимся в зале исследований Луны и поговорим об исследовании нашего естественного спутника. В 1969 году впервые в мире человек вступил на лунную поверхность. Сделал это астронавт Нил Армстронг, слева на фотографии. Нил Армстронг вступил на Луну и сказал свои знаменитые слова. Это был маленький шаг для человека, но огромный прорыв для всего человечества. С собой на Луну американцы взяли флаги различных сверхдержав, в том числе флаг Советского Союза, представленный в витрине, был на Луне. Также над флагом представлены подлинные частицы лунного грунта, которые американцы собрали и передали в дар Советскому Союзу. Стоит отметить, что советские и российские коснавты на Луне не были. Но многие достижения в исследовании естественного спутника принадлежат именно Советскому Союзу. Именно советские автоматические станции первыми летят к Луне. В 1959 году станция Луна-3 фотографирует обратную сторону естественного спутника. В 1970 году автоматическая станция Луна-16 летит к Луне. Станция прилунилась и с помощью грунтозаборного устройства пробурила небольшую скважину. После этого она взяла 105 граммов лунного грунта и доставила его в спускаемый аппарат. В спускаемый аппарат благополучно вернулся на Землю. Это были первые образцы лунного грунта, доставленные на Землю в автоматическом режиме. В нашем музее есть 21 крупинка этого грунта, и мы позже на них посмотрим. А пока узнаваемый всеми Луноход-1, который в 1970 году прошел по Луне 10 540 метров. Луноход-1 стоял из следующих составных частей. В первую очередь это контейнер с научной аппаратурой, необходимой для проведения исследований. Наверху крышка лунохода и солнечная батарея. Когда наступал лунный день, крышка открывалась и заряжала луноход необходимой для работы энергией. В лунную ночь крышке необходимо было закрыться, так как были высокие прибады температуры. Передвигался луноход с помощью восьми колес и мог преодолевать любые препятствия. Откуда же шло управление луноходом? Управление шло с земли, за 380 тысяч километров от станции, с помощью пульта управления. В нашем музее представлен подлинный пульт управления Луноходом-1 и Луноходом-2. Интересная и необычная ситуация произошла 8 марта 1971 года. Экипаж Лунохода-1 решил поздравить своих жен, дочерей, мам с Международным женским днем. Что же они сделали? Они с помощью лунохода нарисовали на Луне восьмерку. Просто покрутили луноход вокруг своей оси два раза. После этого сняли панорамное изображение и подарили милым девушкам. Стоит отметить, что Луноход-1 стал первым космическим аппаратом, который передвигался на поверхности другого небесного тела. А станция Луна-16 стала первой станцией, которая доставила на Землю в автоматическом режиме образцы лунного грунта. Субтитры создавал DimaTorzok